приветствую вас дорогие друзья участники вебинара напишите пожалуйста как меня видно как слышно традиционно два раза в месяц проходит мой вебинар и два раза в месяц проходит вебинар владимира маслова этот вебинар мы проведем в таком под сокращенном режиме потому что далее я снова отправляюсь поездки хотя буквально вот недавно вернулся с москвы о чем обязательно вам сегодня также поведаю меня зовут суходоев алексей я являюсь членом правления skyway capital для тех кто вдруг со мной не знаком и на самом деле я могу сказать что главной новостью вообще вот декабря я считаю что касается skyway capital она уже произошла потому что 5 декабря 2019 года без всяких отмен без всяких переносов произошла смена дисконта то есть мы навсегда забыли что такое 13 этап перестали в этой логике работать и перешли на 14 этапа именно 14 и 1 сколько подэтапов будет я не могу сказать так так как не предсказатель но это самые такие серьезные этапы по финансированию и на самом деле от нас очень многое зависит на данных этапах финансирования и в том числе даже темой моего выступления на private money форум в москве на этих выходных была такая специфическая о которой я тоже буквально чуть-чуть коснусь private money форум прошел 7 декабря уже прошли те события которые будоражили наше воображение и наше восприятие реальности что правитель шаржи посетил skyway world innovation center для того чтобы увидеть запуск тропического юникара непосредственно в научно-исследовательском парке технологии и инновации серти ай парк города шаржа конечно же который является нашими главными партнерами я неоднократно упоминал что это было очень серьезное и очень серьезной подготовкой события потому что если что-то бы пошло не так то мы бы уже ударили несколько бы грязь в лицом но это невозможно при развитии проекта и той технологии которую мы с вами формируем поэтому все прошло максимально гладко и это не мудрено это абсолютно логично так как вообще подвижной состав в первую очередь собирается и создается в зао струнные технологии вначале в виртуальном мире потом он создается в производственном центре это в начале виде каких-то тестовых изделий и только потом после всех абсолютно испытаний тестирований как виртуальных так и реальных реальная машина уже отправилась в шаржу поэтому все прошло абсолютно гладко и так и будет на самом деле происходить со следующими запусками подвижных составов со следующими демонстрациями на территории арабских стран и это наш на сегодняшний день очень серьезный фокус смещайте мы его не можем и я хочу сказать что так как это серьезный фокус у нас даже несмотря на то что начался процесс перевода на арабский язык и да есть понимание что огромное количество арабских стран но так как это единый мир то распоряжение головной компании было таковым что необходимо прекратить перевод на арабский язык это и работа с репутацией и позиционирование наше в информационном поле так как многие из арабских стран знают английский язык и на арабский язык ввиду того что появится какие-то возможности что-то не отследить мы не можем рисковать на этом рынке даже переводя материалы и личный кабинет внутри skyway capital и поэтому те кто развивал арабское направление я предупреждаю сразу что придется развивать именно только с английским языком прошли и проходят форумы нашей технологии в арабских эмиратов вы все видели фотографии с мероприятия транспорт и логистика там вещали как сам генеральный конструктор зао струнные технологии анатолий эдуардович юницкий так и и наши сподвижники наши коллеги наши стратегические партнеры и уже я могу сказать проходят новые семинары новые форумы например вот summit the construction и если вы меня будете спрашивать о чем этот саммит я могу только догадаться что он о конструкциях и здесь я не имею права говорить о чем говорил наш партнер и это только будет появляться в логике новостей головной компании потому что нам необходимо соблюдать максимально адекватный режим спокойствие на сегодняшний день и не распространять вот эти вот новости не думая а думая о том что это наши инвестиции и мы их сегодня с вами обязаны просто защищать поэтому я просто покажу вот эти фотографии что до события проходят и это замечательно это грандиозно но огромное количество работы проходит за кулисами то что не находится в нашем инвесторском информационном поле вы видели что было получено новое оборудование это необходимо нам для масштабирования если ранее был выскоточный станок японского производителя аккума то сейчас бивер вы видите это тоже высокоточный производительный центр уже для других применений и он более компактный более юркий и более адаптируемый к любым условиям производства как отметили специалисты зао струнные технологии и подобное обретение позволит нам также очень стремительно готовится уже ближайшему запуску мелкосерийного производства так как уже для тех кто будет смотреть в первый раз данный вебинар компания развивается более пяти лет и сейчас мы уже готовимся к выходу на коммерческий рынок также происходит популяризация технологии по всем фронтам и как с точки зрения радио так и ведущие ученые на прошлых вебинарах я говорил поддерживают и на самом деле сейчас уже начинается популяризация даже космической программы на следующем вебинаре я обязательно уже упомяну то что чем наградил анатолий эдуардович юницкий юную ученую и юную сподвижницу программы spaceway и сейчас в подкастах в разделе подкасты в радио вы сможете не только смотреть михаила кириченко в виде замечательных новостей и многие новости я не упоминаю на вебинаре потому что они чисто в том формате для того чтобы их услышать их впитать и понять насколько сейчас по всем фронтам идет работа обязательно всем рекомендую к просмотру официальные новости михаила кириченко на youtube и также сейчас вот прослушивание уже подкастов на радио и там даже название наши абсолютно не то что применено так так и называется сама программа и по-другому это быть не могло на самом деле потому что транспортная эволюция и теория струн это как раз таки то что мы сейчас с вами финансируем и создает анатолий эдуардович юницкий и буквально вкратце я хотел бы остановиться на том что вообще был доработан и постоянно конечно он будет дорабатываться грузовой транспортный комплекс инфраструктуры skyway и это уже та система которая позволит конкурировать с современными ленточными конвейерами и ленточные конвейеры на самом деле имеют огромное количество недостатков я не буду останавливаться на энергоэффективности вы можете прочитать насколько более энергоэффективно именно в 35 раз оборудование и машины по технологии skyway чем традиционные ленточные конвейеры но говоря о применениях здесь абсолютно все сыпучие навалочные грузы возможны к транспортировке и это роботизированная система которая объединяет себе не только ленточный конвейер допустим его аналог но и автоматизированного робота который способен на перевозить загружайте разгружать различные виды грузов и этого на сегодняшний день на самом деле нет в мире огромная проблема у современных ленточных конвейеров заключается в том что происходит простой и поломки оборудования и ремонт позволяет во первых нести огромные затраты во вторых просто оборудование не работает и производственные процессы примеру в шахтах они встают сама технология которая применяется в нашей разработки в разработке зао струнные технологии по себе инновационная и также объединила все то что ранее было разработано то есть в логике струнных технологий это перемещение стального колеса по стальному рельсу по техническим характеристикам это максимальная также эффективность потому что кпд 99 процентов и я могу сказать что никогда уже при применении подобной технологии именно юнитранса не столкнуться с такой проблемой как износы различных частей ленточного конвейера как это бывает в текущих условиях влияние погодных условий если это где-то на открытой местности и также огромной проблемой было то что было интенсивное пыление и сейчас пока что но есть ну и потери груза также потери груза на причалах портов например при разгрузке при погрузке и статистика на самом деле говорит что это 1 3 процента от годового груза оборота ну я уж не говорю про негативное влияние на окружающую среду и даже тот факт что провисание происходит ленты через роликовые опоры но сама вообще вот сам принцип расчета технических характеристик ленточных конвейеров я так посмотрел и поизучал немножко вообще сама сама само ленточное полотно представляется в идеале как струна то есть вот представьте насколько необходимо использовать нашу технологию для того чтобы не было никаких вибраций для того чтобы динамических продольных нагрузок не было и какие-то внутренние механизмы не ломались и не происходили простое это я опять же повторюсь помимо энергоэффективности абсолютной и также не будет отставания концовой части от головной части для длинных конвейеров а наш конвейер юнитрак может быть абсолютно бесконечным и здесь только фантазия и ресурсы заказчика позволят определить его применение это очень серьезная разработка и многие потенциальные заказчики до фокуса на арабские эмираты желали иметь подобную технологию и я думаю что и на территории арабских эмиратов возможно это также будет необходимо к применению а может быть и уже есть какие-то контракты мы просто об этом не знаем так как этот режим тотальной секретности и коммерческой тайны и вот еще парочка фотографий с видео замечательное профессиональное видео вообще никаких вопросов по функционированию юнитрака даже у новичка возникнуть не должно то есть вот это как раз перемещение стального колеса по стальному рельсу и в чем самое главное отличие как вы прекрасно помните я люблю все роботизированное роботизированная технику индустрию 4.0 потому что это облегчает вообще и решает фактически все запросы производства не будем говорить про влияние на человеческую жизнь но здесь реальная уже система кибер физическая система которая в будущем теоретически также может работать на токенах и робот разгружает погружает и все это взаимосвязано традиционные системы они не взаимосвязаны они абсолютно разрознены и если что-то сломалось то летит весь производственный процесс и останавливается в нашем случае все можно если вдруг какая-то нештатная ситуация произойдет отремонтировать по частям но я думаю что запас прочности и вообще срок службы значительно превосходит существующие на сегодняшний день подобные решения и также я могу отметить что и поворотные даже участки возможны при реализации подобного решения в традиционных сферах поставьте комментарии в чате используются ли поворотные участки для ленточных конвейеров или нет этого момента я не знаю ну вот коллеги я думаю что скажут что скорее всего нет это мое предположение ждем ответа от инженеров от тех кто не понаслышке знаком с этой техникой ну просто от одного до десяти поставьте насколько наши преимущества даже не описаны именно вот в новости головной компании не беря в расчет энергоэффективность а это самое главное превосходят все существующие на сегодняшний день решения но если говорить про это энергоэффективность порой применение на шахтах ряда стран позволит экономить даже часть годового бюджета страны представьте что даже до такого будет доходить максимальная экономия и также в виде популяризации на компании skyway и технологии происходит сейчас многочисленные упоминания в сми я еще не упомянул новый выпуск вон эйр и это наши традиционные партнеры но что я могу сказать что некоторые работники зао струнные технологии просто живут на экотехнопарке потому что постоянно происходит модернизация технологии постоянно происходит улучшение технологии и на самом деле skyway world innovation center также сейчас превращается во второй экотехнопарк потому что ежедневно идет накатка и испытания тропического юникара и усовершенствование этой уже роботизированной машины и системы я хотел бы остановиться на такой концепции как mobility as a service это будущее блокчейна это будущее современной транспортной инфраструктуры это нас стоящая которая врывается и с этим невозможно поспорить объединение всех транспортных подпотоков виде одной услуги не в виде отдельных транспортных средств машин мотоциклов тук-туков скутеров зависимости от страны но именно создание единой системы и существует такие семь шесть уровней наверное седьмой кстати мы родим так по фрейду оговорился шесть уровней концепции mobility as a service то есть мобильности как услуга первое это полное отсутствие элементов второе это уже сотрудничество только между частными поставщиками услуг и создание комбинированных билетов в нашем случае читайте что токен как жетон токен как билет все мы прекрасно с этим ознакомливались в белой бумаге которая думаю будет в будущем реализована третье это уже сотрудничество между государственными и частными поставщиками это различные комбинированные уже билеты которые включает себя и общественный транспорт но в нашем случае уже это включает и общественный транспорт и я думаю что будут какие-то включены услуги для грузового транспорта внутри городов потому что неоднократно мы видели подобную картинку это городской пассажирский транспорт ну и в городском пассажирском транспорте также с ним будет соседствовать и грузовой городской транспорт далее это появление единого интерфейса для покупки билетов и построения маршрута поездки на сегодняшний день как раз таки даже вот яндекс компания достигла такого уровня то есть мы да действительно можем заказать вот в аэропорте буду заказывать яндекс такси либо какую-то другую услугу такси и мне не нужно стоять махать таким образом рукой чтобы кто-то остановился потому что все уже слава богу автоматизировано мы живем в такое интересное время облегчающее наше понимание между технологиями их использования далее это появление в едином интерфейсе например мобильном приложении возможности оплаты за всю проездку сразу и они покупая отдельные билеты на самом деле эти нюансы были реализованы в ряде европейских компаний и это примеру регламентирование поездки автобусов для разгрузки транспортных потоков либо наоборот для максимально эффективного использования в тех областях в тех частях городов стран где малый пассажиропоток а что уж говорить вообще про малый пассажиропоток когда мы летим на самолете примеру когда я летел с москвы то одна половина был заполненный самолет ну конечно же это плюс когда можно лечь на сиденья то есть на три сиденья но для перевозчика это не эффективности и это затраты это невозможно поменять потому что здесь либо пассажиры не полетят вообще и будут дожидаться следующего дня либо лететь именно полу загруженному самолету что снижает заработки компании перевозчика и далее это применение искусственного интеллекта для построения оптимальных маршрутов и подбора транспорта в зависимости от состояния дорог наличия пробок и данных о персональных предпочтениях пользователя я не просто это все так привожу потому что далее будет сравнение а что у нас возможно и какие уровни mobility service мы можем создать шестое это высшая степень интеграции единой системы в инфраструктуру умного города как вы помните skyway стала основным советником в области развития умных городов именно в содружестве в сотрудничестве с оон то есть мы будем головная компания будет советовать то каким образом должен быть сформирован умный город и на прошлом вебинаре я вам говорил про кибер физическую систему какому уровню mobility service мы относимся то есть от 1 от 0 до 6 поставьте циферку я думаю что все абсолютно угадают потому что это самый высший уровень сейчас пока что нет при применении в умных городах так как их по сути еще в мире очень мало это буквально единицы но далее мы увидим их развитие именно на основе технологии skyway то есть мы можем и воспользоваться единым интерфейсом например в мобильном приложении возможности за оплаты за всю поездку сразу система автоматизированного управления подставит необходимые маршрутные задания то есть диспетчер как в ручном управлении так и автоматизированном управлении сможет это все от настраивать и если вам нужен юнибус либо юнибайк либо юникар чуть попозже вы используете именно удобное для вас расписание а не какое-то какое приходится просто использовать и самое главное это влияние погодных условий пробок у нас вообще не будет как вы понимаете но по погодным условиям уже коллеги с кб бортовые системы управления то есть это такие вот основные мозги вообще системы автоматизированного управления подвижных составов взяли данные с двух метеостанций для того чтобы система управления смогла использовать эти данные для накопления во первых информации и для выработки своих каких-то превентивных решений то есть по сути наш транспортный андроид транспортный робот в зависимости от данных которые будут к нему поступать сам будет решать в зависимости от погодных условий шторм у нас град у нас либо к примеру песчаная буря каким образом ему функционировать в текущих погодных условиях и это будет происходить автоматически и я думаю что не раз мы будем слышать в новостях о кб бортовые системы управления потому что это на мой взгляд одно из важнейших кб формирование систем автоматизированного управления и в создании более умного подвижного состава по технологии skyway и я думаю что вообще вот мы уже сейчас находимся на пятом уровне то есть это применение искусственного интеллекта для построения оптимальных маршрутов подбора транспорта в зависимости от состояния дорог наличия пробок и данных о персональных предпочтениях пользователей здесь метео и гео условий я бы добавил и компания вообще обратилась к помощи Toshiba для того чтобы они разработали искусственный интеллект программисты бортовых систем управления это сделали за несколько месяцев сами то есть представьте насколько квалифицированные кадры у нас работают именно делая наш транспорт автоматизированных и также останавливаясь на этом же кб я хотел бы отметить про микроконтроллеры с электрон и про программирование вообще различных маршрутов и различных способов ситуации на которые будет реагировать наш подвижной состав то есть вот с подобными микроконтроллерами наш подвижной состав становится все более умным и умным и после обучения от компании с электрон вообще программисты которые настраивают микроконтроллеры и разрабатывают закрытое программное обеспечение получили высшую степень оценки и сертификаты качества на разрабатываемое программное обеспечение и вообще с электрон работает в условиях международных стандартов в условиях максимальных требований безопасности что и необходимо при создании максимально эффективного мирового транспорта не имеющего аналогов на сегодняшний день ну и вы же понимаете что подобные все решения их можно будет наслаивать и применять при желании на блокчейн экономику и то что вот компания nike сейчас собирается токенизировать свои кроссовки это нужно было делать два года назад полтора года назад когда был хайп и взрыв ICO сейчас уже крипто и блокчейн экономика постепенно переходит на STO то есть security токен offering и я думаю что совмещая утилитарное применение токена то есть использование его внутри экономики вообще вот транснет за счет применения различных родов услугов меры использования в виде жетона при перемещении пассажира или груза это будет также наслаиваться на сложные программные решения которые уже сейчас разрабатывают представители КБ бортовые системы управления не в каждой компании вообще есть такое КБ это делают только компании которые идут в ногу со временем и разрабатывают интеллектуальные автоматизированные системы управления что касается строительства Skyway World Innovation Center то развивается сейчас синхронно параллельно и первая и вторая линия и вы видите фотографии что буквально в недавнем времени промежуточные опоры второй линии строительства только только устанавливались сейчас вы видите насколько быстро происходит процесс и сейчас идет внутренняя отделка помещений подготовка постепенному запуску первого в арабских эмиратах экодома и различные испытания в движении тропического юникара как я уже и говорил каждый день каждый час в условиях уже жаркого климата для того климата для которого он и разрабатывался и многие заметили по фотографии экодома вот как раз таки промежуточные опоры это возможности в будущем и контейнерных перевозок и перемещение уже таких тяжелых машин грузоподъемностью более серьезные чем испытываются на экотехнопарке ну и это только не только для испытаний но и для применения уже в коммерческой сфере потому что все это создается и все это готовится уже непосредственно для адресных проектов и лично Анатолий Эдуардович приезжает и приезжал и будет приезжать для контроля качества строительства строительства и настройки оборудования усовершенствования подвижного состава в рамках строительства Skyway World Innovation Center и мы даже не знаем кто эти люди рядом с Юницким но так как они на фотографии наверное они имеют немалое отношение к запуску текущих линий уже с испытанным подвижным составом и с усовершенствованием и далее уже запуске новых линий с новыми подвижными составами как вы помните несколько линий планируется в логике Skyway World Innovation Center и впервые такой мастер-план в открытом доступе появился в официальных новостях и это дорогого стоит в условиях режима тишины который нас попросили сохранять наши арабские партнеры не делая репосты вообще вот социальных сетей будь то это фаз билдинг основные подрядчики будь то это какие-то другие подрядчики все взаимоотношения все решения с подрядными организациями курирует лично генеральный конструктор мы в данном случае смотрим наблюдаем получаем новости от головной компании и наша задача инвестировать на самом деле это не наша задача это использование нашей возможности потому что 13 этап уже ушел безвозвратно и с 14 этапом такая же история абсолютно наступит потом поэтому мы так же как Skyway Capital позиционируемся на таких очень серьезных инвестиционных форумов как Private Money Forum в прошлом году Евгений Кудряшов участвовал один с командой небольшой в этом году у нас уже большой стенд где смогли испытать виртуальные реальности погулять по экотехнопарку кстати кто не в курсе обязательно зайдите в инвестиционные инструменты Skyway Capital и посмотрите новый лендинг новый лендинг когда можно будет повращать таким образом свой телефон и буквально прогуляться по экотехнопарку таких материалов мы еще абсолютно не видели и это как раз таки шагание в ногу со временем создание новых маркетинговых инструментов не было вопросов ни у кого после просмотра виртуальной реальности того что существует в реальности я думаю что эффект от работы стенда будет очень хорошим потому что московский колл-центр как раз таки ориентирован на обработку уже таких вот полу горячих а не холодных контактов а по холодным контактам сейчас происходит ряд экспериментов и мы научились привлекать трафик с помощью различных социальных сетей и испытываем как испытываются подвижные составы в шарже мы испытываем систему маркетинговых инноваций для того чтобы также идти в ногу со временем и обеспечивать абсолютно новые аудитории до которых не могут дотянуться наши партнеры не потому что они плохие партнеры либо непрофессиональные либо неквалифицированные а только потому что это выходит за рамки их взаимосвязей их отношений их дружбы либо каких-то знакомств мы будем преодолевать эти грани и выходить на абсолютно холодную аудиторию с холодной аудиторией конечно же будут работать наши лидеры потому что только лидеры находятся в полях и каждодневно общаются с потенциальными инвесторами московский колл-центр работает с такими более горячими и вот вы видите что мы наблюдаем на открытии форума то есть кому сказано спасибо и в этой компании приятно находиться это именитые инвестиционные компании девелоперские компании по бизнесу с недвижимостью и так далее и тому подобное то есть никто не стесняется на этом форуме использовать наш логотип и единственная печаль то что в будущем все равно будет предполагаться ребрендинг ввиду того что сейчас у нас рождается новые правила игры по арабской истории и мы будем следовать этим правилам но никак это не повлияет на работу нашей системы и на рост наших результатов которые я могу сказать растут и такая вот подобная брошюра была использована на private money форум поставьте плюсики кто хочет в виде маркетинговых инструментов подобные листовки то есть вот это уже использование нашего лендинга 360 градусов где вы можете повращать поприсутствовать на экотехнопарке и в рабочей тетради уже мы были представлены как сегодня представляется технология Skyway в изданиях OnAir регулярного партнера и многих многих других уже СМИ вот на инвестиционных форумах мы также начали абсолютно присутствовать и темой моего выступления была очень специфичная для меня в первую очередь тема ну и вообще для слушателей это было управление репутацией как основа реализации успешной инвестиционной стратегии обязательно будет мое выступление которое кстати было на абсолютно холодную аудиторию у меня совпало таким образом что передо мной выступала девушка по банкротству достаточно продолжительное время она заняла после моего выступления был уже один из главных хедлайнеров форума Брайан Трейси и Евгений Кудряшов кстати пообщался было закрытое интервью с Брайаном Трейси думаю что в материалах мы также это увидим и представьте насколько уровень сейчас Skyway Capital что кто-то может быть стеснялся раньше с нами сотрудничать но на все более и более серьезные грани мы выходим и почему такая тема была такая тема была потому что мы с вами допустили определенные ошибки при ранних стадиях очень бурного развития то есть не уделялось должное внимание тому что пишется в социальных сетях что публиковали как наши партнеры так и начинающие тролли а может быть те люди вообще в начале кто просто не понимали как работает инвестиционный механизм задавали вопросы их считали троллями самое главное это реагировать конструктивно на ситуацию без всяких матов без всяких нецензурных выражений я могу что грешат наши партнеры порой некоторые этим мы никакая уникальная нация либо сообщество стоит считаться с аудиторией на которую мы работаем и которую кстати говоря пытаемся также заинтересовать поэтому нужно общаться конструктивно и не прятать в голову песок следуя стратегия мистер президент а разбираться в ситуации делать публичные ответы и это сейчас логика как раз началась именно от skyway capital идет ежедневная работа с репутацией установлены специальные сервисы одни из самых современных то есть вот чувствуете параллель головная компания skyway работает с the south system 3d experience который позволяет на ранних стадиях уже формировать модель проекта и даже менять экономическую модель в зависимости от изменяемых параметров мы же отслеживаем ежедневном ежечасном формате то что на нас пишут что о нас говорят для того чтобы управлять нашей репутацией потому что наша репутация в данном случае играет очень многое мы фактически одна площадка которая осталась для развития чисто только инвестиционного направления skyway но в будущем мы будем вам давать ценности на вебинарах я это частично упоминал в виде обучения в виде необходимого обучения для того чтобы не потеряться в тех компетенциях рождаемых в мире будущего которые мы с вами создаем это экомир для того чтобы обрести компетенции для развития бизнеса сегодня то есть это и работа в социальных сетях это и таргетированная реклама это и различные навыки продвижения и ораторское искусство и школа переговоров и многое другое что будет появляться в нашем личном кабинете который будет становиться все более и более мощной базой знаний и обучение будет предоставляться не просто как какая-то юридическая упаковка а как дополнительная ценность которую мы обязаны предоставлять своим партнерам для обеспечения максимально эффективной работы и я могу сказать что вообще вот эта тема меня захлестнула и я буквально за несколько дней стал экспертом специалистом по управлению репутацией и я не ожидал даже вот при том потоки люди приходили уходили потому что следующее выступление после меня было Брайан Трейси конечно же все пришли послушать не мое уступление в первую очередь Брайан Трейси поэтому ситуация абсолютно предсказуемая но подходили люди заинтересовавшиеся проектом именно на основе подобного выступления и также пригласили выступать в один из университетов время покажет будет это выступление то есть совпадет оно по графику моему или нет это рассказ о системе системах краудфандинга вообще в одном из ведущих вузов Москвы и соответственно Российской Федерации то есть это уровень уже могу сказать такой интересный когда хотят популяризировать и краудфандинг и до краудинвестинга дойдут и я думаю что это все будет упаковываться в том числе в тот термин который когда-то я неосознанно произнес сейчас я четко осознаю этот путь по которому мы идем это не какой-то MLM бизнес не какое-то развитие структур это сетевое построение корпорации в нашем случае это инвестиционная корпорация потому что Skyway Capital в логике инвестиционной среды будет сквозь года все больше и больше развиваться и подниматься на новые грани а сейчас мы активно продолжаем развиваться в Африке об этом вам расскажет более подробно Владимир Маслов с Франтишком с Соларом потому что они сейчас находятся в этой командировке я на этом не буду останавливаться более подробно могу сказать что конференция прошла успешно и после конференции был церковный день кто не смог присутствовать на конференции для тех было вещание для наших африканских коллег и партнеров и далее коллеги отправились в бизнес сообщества женщин Нигерии и там также будут презентации непосредственные переговоры уже по ряду немалых инвестиций в Skyway Capital если говорить про обучение то сейчас дорабатывается вводный курс мы не будем отдельно выпускать на русском языке вводный вебинар который прошел для закрытой группы он будет в записи он уже записан сейчас готовится на английском более того сейчас мы ведем переговоры с ведущими провайдерами вообще с тренинговыми центрами и с тренерами я не буду называть тренеров но у всех у вас эти имена на слуху и не исключено что мы будем с ними сотрудничать и создавать те мероприятия в которых участвовали но уже с ориентации привлечения предпринимателей а не только людей которые просто интересуются инновациями потому что предприниматели будут получать максимальные перспективы и максимальные максимальные возможности в создаваемом нами эко-мире и поэтому таким образом заходя с обходной стороны мы сможем давать им ценность skyway и они будут погружаться в проект и в технологии это одна из стратегий которые будет использовать skyway capital насколько оно будет доступно для всех партнеров skyway capital для партнеров skyway capital оно будет абсолютно доступно мы сейчас думаем какую модель сделать то есть либо это продажа курсов либо это включение в инвестиционные пакеты вопрос открытый но в любом случае это будет решено лучшим образом для наших партнеров потому что стоит понимать что на пути к дивидендам который может занять еще определенное количество времени нужно получать ценность так как мы как skyway capital инвестиционную дополнительную ценность хотят легко используя наше сообщество вообще одна из аббревиатур свц сейчас вот мы в рабочем режиме обсуждаем как это будет либо либо это social world community либо это sky world community ну то есть свц аббревиатура как и я вам сказал будет расшифровываться лучшим образом и по той стратегии которую выбрал на сегодняшний день фонд skyway capital инвестиционная площадка и по обучению также выстраиванию серьезных уже бизнес масштабирования в рамках целых стран будет готовиться опять же это исходя из логики работы с репутацией что лучше вначале обучить наших будущих амбассадоров то есть вот Кристиан это первопроходец я думаю что Кристиан на будущих вебинарах моих либо Владимира Маслова обязательно выступит в качестве гостя мы сделаем такой вебинар потому что он проходит очень большой путь и на конференции в Вильнюсе которая следовала за обучением ораторскому искусству и продающей речи кстати кто не присутствовал на этом обучение я могу сказать вы много потеряли потому что это было для меня лично очень ценным обучение я исписал свой планшет примерно на страниц 15 вы понимаете что информацию я пишу только ценную и многие люди которые боялись сцены выступили записали формата селфи видео и будут нести идею skyway уже в социальных сетях и на сцене которые они кстати ранее боялись вот такой краткий обзор краткий вебинар я вынужден подсократиться 1 2 буквально вопроса и я заканчиваю по традиции от 1 до 10 поставьте насколько вам понравилась информация из данного вебинара я связал как текущие новости так и все что происходит в мире и то что также отражается на развитии технологии skyway и skyway я надеюсь что вам было абсолютно интересно вопросы и мы заканчиваем так коллеги вопросы сколько под этапа в 14 этапе я как уже и сказал не знаю а предполагайте тем более обманывать я не имею привычки еще один вопрос если у кого-то есть вопросы то я с удовольствием отвечу если нет то с вашего позволения я закончу этот вебинар по управлению репутацией будет запись обязательно впитайте это видео и используйте его также в продвижении это видео нам было необходимо в логике позиционирования в том числе skyway capital на международной инвестиционной площадке и мы готовимся к тому что мы сможем работать фактически во всех странах без каких-либо ограничений помимо тех стран которые будут нас просить не использовать продвижение наше стратегически арабский партнер и это абсолютно важно так как основное правило инвестора защищай свои инвестиции но мы продолжаем строить skyway и спасать планету и давать дорогу мир транснету до скорых встреч с вами алексей суходоев